Десногорцы выбирают комфортную среду любимого города. Плановое оперативное совещание в администрации. Любители пошуметь ночью были снова наказаны. Росатом формирует новую систему образования. В Десногорске работают два проекта, направленных на благоустройство общественных территорий. Горожанам предлагают самостоятельно выбрать место, которое наиболее нуждается в реконструкции. Голосование по проекту «Любимый город» проходит с 15 января по 15 февраля. Десногорцы могут выбрать одну из трёх территорий для благоустройства в 2018 году. Это центральная сцена, фонтан, установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием. Голосование по проекту «Комфортная городская среда» проходит с 11 января по 11 февраля. Проект «Комфортная городская среда» предлагает четыре территории для благоустройства. Парковая зона между первым и вторым микрорайонами, пешеходная зона третьего микрорайона, территория городского пляжа, парковая зона четвёртого микрорайона. Десногорцы поделились с нами, за какое направление они отдали голос. За себя скажу, что по «Комфортной среде» однозначно я бы выбрал парковую зону между первым и вторым микрорайоном, потому что там уже давно нужно приложить руку. По «Любимому городу» соответственно третий пункт – это установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием. То есть нужно для детей стараться. Я считаю, что нужно приводить сцену в порядок, плачев нам она на состояние, и считаю, что нужно её реконструировать. Я бы отдал предпочтение парковой зоны перед церковью, ну а здесь реконструкция фонтана. Вы можете проголосовать на сайте администрации Десногорска – в интернете, на площадках Десногорская пресс-служба, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, Вконтакте и по адресу Уважаемые десногорцы, принимайте активное участие в голосовании. Давайте сделаем наш город красивее и лучше. 16 тонн белорусского сыра не пустили на Смоленщину. В пункте приёма уведомлений «Красная горка» на российско-белорусской границе специалисты Россельхознадзора при проверке груза из соседнего государства выявили нарушение. В результате груз вернули отправителю. 23 января прошло плановое совещание председателей комитетов администрации и руководителей муниципальных предприятий и служб. Подробнее в нашем сюжете. Проводил совещание заместитель главы по социальным вопросам Александр Новиков. Генеральный директор МУП ККП Вячеслав Тедунков доложил, что в первом микрорайоне на турбопроводе водоснабжения обнаружен дефект. Есть у нас дефект на турбопроводе водоснабжения в первом микрорайоне. Временно подключены три жилых дома, пятиэтажки, десятый, одиннадцатый, одиннадцатый, а детский сад «Мишутка», первая школа и «Феникс» до устранения порыва. Сегодня планируем работы завершить. Фок Десна по выходным проходит чемпионат по мини-футболу среди взрослых мужчин. Играют пять команд из Десногорска и Рославля. Команда наших футболистов средней школы номер два под руководством тренера МБУ «Фок Десна» Олега Григорьевича Быкова стала победителем «Смоленский игр по мини-футболу» в рамках проекта «Мини-футбол в школу». И в дальнейшем их ждет участие в финальных всероссийских соревнованиях. Поэтому мы поздравляем ребят, желаем им удачи, побед и достойно представить наш город на всероссийских соревнованиях. С 17 по 18 января в МБУ «Фок Десна» прошли игры дивизионного этапа школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». Играли команды южной нашей зоны «Десногорск», «Рославль», «Ельня», «Починок» и «Шумечи». И юноши и девушки Десногорска стали победителями. И 8 февраля примут участие в финальной части игры в городе Смоленске. В школах Десногорска ждут будущих первоклассников. 25 января на базе Дома детского творчества 14.00 состоится муниципальный этап инженерного конкурса по «Средам Жульверна». Это в рамках проекта «Школа Роса». Отдел социальной защиты принимает документы для начисления ежемесячной выплаты семьям за рождение или усыновление первого ребенка. Ежемесячная выплата составляет 10 201 рубль при условии, если средний душевой доход семьи не превышает 16 767 рублей. Средний душевой доход семьи рассчитывается, исходя из суммы доходов членов семьи, за последние 12 календарных месяцев. Инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне. Грипп в Десногорске не фиксировался. В Смоленске во второй раз прошел международный турнир по брейкингу и хип-хопу «Битва за респект». Более 100 танцоров из Минска, Москвы, Пскова, Орши и Смоленска выступили в разновозрастных баттлах. Причем соревновались один на один и команда на команду. Большую часть наград взяли танцоры из Минска. 23 января состоялось заседание административной комиссии. В нашем следующем сюжете мы расскажем, какую статью областного законодательства чаще всего нарушают в Десногорске и какие решения принимаются комиссией в адрес нарушителей. На заседании было рассмотрено 10 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 27 областного закона. Это нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. По шести протоколам комиссия провела с нарушителями профилактическую беседу и просто предупредила, а четырем меломанам придется заплатить штраф в тысячу рублей. В конце февраля в Смоленском по Озерье выпустят на волю шесть зубров. 11 зубров уже живут на воле с осени. Сотрудники национального парка продолжают их подкармливать и благодаря электронным ошейникам следят за их перемещениями, пока они не уходят дальше одного километра от подкормочной площадки. На свободе, по словам специалистов, зубры чувствуют себя отлично. Росатом будет готовить свой кадровый резерв, начиная с детского сада. В рамках проекта «Школа Росатома» восемь детских садов в городах-атомщиках были реконструированы и переведены на работу в соответствии с новыми стандартами образования. Этим жителям Трехгорного от трех до пяти лет. Но, несмотря на столь юный возраст, они общаются со своими наставниками на двух языках – русском и английском. Создание так называемой билингвальной среды – одна из передовых образовательных методик, внедряемых в рамках проекта «Школа Росатома» в дошкольные учреждения «Зато» и пристанционных городах. Когда дети общаются с этим англоязычным воспитателем в течение трех лет, то, выходя из детского сада, они разговаривают на английском языке. Обучение второму языку с самого раннего возраста – не единственное нововведение в подшефных Росатому детских садах. Само помещение, в котором находятся дети, теперь представляет собой не тесную комнатенку, а открытое пространство площадью не менее 150 квадратных метров. Оно разделено на зоны – спортивную, игровую, творческую и ряд других. В соответствии с установленными правилами каждый ребенок вправе сам выбрать, где ему проводить свое время. Дети выбирают себе деятельность образовательную по своему усмотрению. Задача Монте-Сури, педагога и воспитателя – корректировать так деятельность, чтобы ребенок получил образование, знания, умения, но по своему выбору. Дети у нас… Дотпалин, танкисты. Да. Детский сад. Наш детский сад – это ступенька в большой системе подготовки не только кадров для нашей отрасли, но и вообще активных, образованных современных людей, людей, на которые, собственно, и будет опираться в будущем наша страна. Это все новости на сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.